Так, коллеги, сейчас начинаем. Артур делает объявление и после этого понеслась. То, что проходит так дистанционно, оно, конечно, будет записываться. То, что проходит очно, записываться, в целом больше не будет. Так что как бы не прогуливайте, ходите и ботайте. Так, ну что, коллеги, давайте начнем. Это все случилось не потому, что я злой или мне жалко, а просто так вот жизнь устроена. Да. Так, значит, смотрите, я рад, что сегодня вас больше, чем вчера, как мне кажется. Домашки я буду проверять, на самом деле, на выходных, поэтому пока я не могу их раздать. Значит, четверо мне прислали на почту. Вот, я четыре письма получил. Лучше, на самом деле, все-таки сдавайте их на занятиях, именно потому что мне это удобно. Я боюсь, что я потом какое-то из песен забуду выковырять из почты. Да, понятно, да. Ну, в общем, как бы я по-любому рад вашим домашкам. Ну, просто вот... У меня просто в день, там, не знаю, 50 писем приходит в ящик. И если я пропущу, то ваше письмо уедет, не считая спама. Так, ладно, значит, что, давайте к делу перейдем. У нас тема лекции опять полимеразная цепная реакция, но сегодня уже мы сразу перейдем к деталям. И я напомню, что на прошлой лекции мы с вами узнали, ну, в смысле, вы узнали или кто-то из вас узнал, я-то знал про то, как ПЦР устроен, как размножаются, значит, копии ДНК, почему в арифметической прогрессии растут вот эти вот дурацкие продукты, которые не имеют четкого окончания, а потом вдруг появляется на третьем цикле продукт, ограниченный с двух сторон уже праймерами, и он начинает расти в геометрической прогрессии. Значит, для кого это все темный лес по-прежнему, вы, пожалуйста, вот просто возьмите, потратите две минуты, на бумажке это нарисуйте, потому что без этого потом вам сложно будет жить. Так, мы вчера также прошлись по тому, как организован цикл полимеразной цепной реакции, да, всякие условия, температуры, время разобрали, и успели поговорить о том, что не надо класть слишком много матрицы, да, потому что будет шмир, ну, а слишком мало, слишком мало – это меньше одной молекулы, если вы положите, то, если вы не поклонник гомеопатии, то у вас не получится, ничего надо церить точно. Так, значит, сегодня мы перейдем сразу к самому главному, к самому главному, что есть в ПЦР. В ПЦР самое главное – это праймеры. Ну, конечно, без остальных компонентов, которые мы вчера разбирали, тоже ничего не получится, но дело в том, что праймеры – это то, что зависит от вас. То есть вы дизайните праймеры, вы их заказываете в фирме, фирма их синтезирует, чаще все-таки без ошибок, вот, и потом успех ПЦР зависит от того, правильно ли вы сдизайнили праймеры. То есть это реально, ну, 80% успеха, я бы так сказал. И самое главное правило, которое я всегда говорю и прошу его запомнить, это, если вы будете сами всем этим заниматься, то не экономьте на праймерах. Вот это правило, которое просто я хотел бы, чтобы оно у вас осталось, не надо на праймерах экономить, почему-то во всяких там вот учебниках по геноинженерии, которые иногда все-таки появляются где-то в сети, там, в ходят в издательствах, можно увидеть какие-то правила странные, что праймер не может быть длиной, там, не знаю, 20, больше, чем 23-25 нуклеотидов. Глупость. Праймер может быть длиной 120 нуклеотидов, и все получится. Только надо уметь выставить атмосферу. Мы про это сейчас поговорим. Поэтому не надо делать короткие праймеры, это вам выйдет боком. У вас будет не специфика, не будет ПЦР-продукта, или будут там куча-куча всякой ерунды нарабатываться, и потом вы все равно будете перезаказывать праймеры, длинным его делать и так далее. Итак, самое главное в праймерах, что совсем никак нельзя сделать неправильно, это ориентация праймеров. Значит, вот возьмем последовательность, да, например, там последовательность, ну, там какая-нибудь, да, ну и так далее, да. Вот это вот у вас фрагмент ДНК. 5-штрих конец, если мы правильно записываем слева 5-штрих конец, справа 3-штрих конец. Это мы договорились с вами, что мы так записываем цепочки ДНК. Значит, у этой цепочки есть, естественно, ее подружка, которая с 5-штрих конца, это С, А, Т, и так далее, да. И мы видим, что мы хотим получить ПЦР-продукт, который начинает вот отсюда и идти вот туда, ну, в смысле, продолжаться вот туда. Какой прямой праймер, то есть прямой, да, как бы есть такая терминология, прямой праймер и обратный праймер, да, она условна, потому что, ну, ДНК, мы ее так вот нарисовали, там, 5-штрих, 3-штрих, но на самом деле, если вы ее перевернете, то тоже входит 5-штрих, 3-штрих и так далее. Прямой праймер – это то, что, когда вот у вас вот нарисовано именно вот в такой ориентации, да, это то, что соответствует этой цепи. Обратный – это то, что соответствует нижней цепи. Чаще всего, конечно, людям свойственно изображать как бы в прямой ориентации ту цепь, которая является кодирующей, да, которая кодирует какой-то белок. Поэтому, например, если вы поцелите рамку считывания, то у вас прямой праймер будет соответствовать кодирующей цепи. Но надо понимать, что это все условно, то есть прямой праймер как бы на деле химически ничем не отличается от обратного. Вот это для нас. То есть слова прямой и обратной, они имеют значение только в паре друг с другом. Так вот, сейчас мы с вами рассматриваем, как взять прямой праймер, чтобы наработать ПЦР-продукт, который будет начинаться здесь и заканчиваться где-то там. Мы с вами знаем, что ПЦР достраивает нуклеотиды, привешивая их к триштре к концу цепочки ДНК. Поэтому, вот внимание, очень простое правило, которое люди на экзамене потом не вспоминают, не позорятся страшно. Прямой праймер – это просто копия какого-то участка цепи, которая нарисована у нас с пять штрих к триштре к концу. Понимаете? То есть вот если мы хотим заказать прямой праймер, пишем прямо А, А, С, Г и так далее. Понятно, да? Это будет тот праймер, который направит нам синтез в ту сторону. Все очень просто, но почему-то вызывает проблемы. Теперь обратный праймер. Обратный праймер. Обратный праймер – это reverse complement. То есть это тот в обратной ориентации к этой цепи и читать его надо справа налево, причем в другую цепь. То есть, если мы хотели наработать такую искусственную ситуацию, придумаем, как будто мы хотим получить прямо вот такой вот ПЦР-продукт. Ну, это абсурд, как бы сейчас мы увидим, что, конечно, таких тут один только праймер, и тот должен быть длиннее, чем я написал. Но для простоты, как бы условно, мы с вами сейчас рассмотрим. Вот давайте, как будто это такой микро-ПЦР-продукт, ну, которого... Так вот, абсурд-продукт у нас с вами будет вот таким. Давайте мы его вместе почитаем. Чтобы работать, с этого как праймер, а вот это будет обратный праймер, да? Как мы его запишем? С, А, Т, Г, да, С и так далее. Вот, все, все очень просто. Опять же, вот эти праймеры, когда вы будете писать там, там, не знаю, не знаю, если вы пишете про следовательность, то, как мы с вами договорились и со всеми остальными учеными тоже договорились, что мы воспринимаем, что вот это 5 штрих конец, левый конец, это 5 штрих конец, а 3 штрих конец там, и у обратного праймера тоже. Вот 5 штрих конец, и вот там вот где-то 3 штрих конец. Так что, если вы не писали, то, значит, здесь у вас праймер в другой ориентации почему-то написан, в обратной, я говорю, ну, праймер неправильный, вообще никуда не отжигается, я же его там написал, или написал, ну, извините, все, договорились, раз мы всегда пишем потому что, когда вы отправили, никто не ставит, вам 5 штрих, 3 штрих конца. Вы отправили, вам так синтезировали, синтезировали с 5 штрих конца, да, 3 штрих конца. Вы потом его добавляете в процесс, потому что вы не знали, написали в другом порядке буквы, да. вот, это очень важно, это самое важное, при праймере. Но, есть очень-очень много всяких нюансов, которые тоже важны. значит, длина праймера должна быть, чтобы температура отжига праймера была хорошей. Да, значит, когда вы слышите, что праймер должен быть длиной вот от стольки-то до стольки-то, глупость. Длина праймера должна определяться температурой его отжига. Поэтому, не вас, коротким, надо бояться. Почему? Потому что, если вы сделаете праймер слишком короткий, то температура отжига у него будет слишком низкая. сейчас мы это разберем, когда дойдем до стольки-то до стольки-то. Поэтому, просто запишите себе, длина праймера не важна. Не важно, это все неправда, что там пишут, что вот длина там. А в стольку-то отжига. И еще важна нуклеотидная композиция праймера. Значит, что я имею в виду под нуклеотидной композицией? Вот здесь изображена какая-то случайная, да, ну и она вот видно, что здесь примерно равномерно Г и Ц, и они более-менее равномерно чередуются. Вот к такой области очень удобно и правильно показывать праймер. А вот если у вас, например, последовательность была такой, то какой-то ГЦ-багат речь идет, например, вот видите вот такой вот здесь прямо начнет С-ГЦ-ГЦ-Ц-Ц-Ц-Ц-Ц-Ц-Ц-Ц-Ц-Ц, да-да-да-да. Вот. То, если у вас есть какие-то степени свободы к тому, к какому месту выбрать праймер, то лот к этому месту праймер как... Почему? Потому что ну как бы последовательность они последовательной бумаги на компьютере, да, В реальной жизни это химические вещества, цепочка, и они живут по своим законам физическим тоже. И когда у вас вот такой вот ГЦ-богатый стретч, то понимаете, что ГЦ, они образуют там триггерных способы, и поэтому гораздо более прочная штука. А у вас вот Р это такая штука, где очень много зависит от правильности, от правильности, от джайма. Понимаете, если у вас будет праймер вот с таким вот стретчем, это нехорошо. Но, тем не менее, если... А Т богатый тоже не надо. То есть это что значит надо-не надо? Иногда вы вынуждены просто, вот вам нужно на подсцепить обязательно, например, там, ну, держащая часть начинается. Вот, например, у вас вот АТГ, и здесь, значит, такая кодирующая часть какого-то белка. И вам надо эту рамку на подсцепить, ну, что делать? Делать вот что. Надо не бояться праймер удлинить. Пускай вот эта часть в праймере будет, но когда я голосую, то это еще полбеды. Состав, в принципе, ну, как бы нежелательно сюда заказывать, но когда вам надо, то вам придется. А вот что очень критично, это какие нуклеотиды будут на три штрих-конце. Пожалуйста. Когда-то хорошо, что он крепко садится, а когда-то это плохо. Потому что он, ГЦ-богатые, они будут как бы липнуть на всякие места, другие ГЦ-богатые, будет не специфика. То есть... Еще кинетика. Кинетика, она как бы не всегда на нашей стороне. То есть если вы хотите бесконечно и поставите температуру правильную, то у вас все будет всегда... Но вот такой вот праймер, он прежде чем лечь на нужное место и отжечься полностью, он успеет поналяпаться куда-то еще в тысячу других... Это вот просто эмпирически. И то, что я сейчас говорю, оно как бы отчасти подкреплено некой такой теории и термодинами, отчасти это вот, на самом деле, эмпирика. Вот я вам говорю, что вот такие стретчи, если есть возможность, не надо к ним заказывать спраймеры. Но если нуждина, то самое главное, чтобы вот эта последовательность не оказалась на три штрих конце. Тоже ведь вот неоднозначно с точки зрения термодинамики. В принципе, большой разницы нет, где этот ГЦ-богатый стретч на три штрих конце или в середине. Этикетная разница. Если вы закажете праймер такой, что он закончится, например, вот если будет его три штрих конце, то это просто будет полный провал. У вас будет куча цифика. Поэтому здесь мы вспоминаем про правила EOS. Не экономьте на праймерах и не стесняйтесь взять этот праймер вот сюда. Вот, например, взять его и закончить вот здесь. И нормально, все будет хорошо. Не бойтесь, что при этом температура, о которой мы сейчас будем говорить, якобы будет какой-то слишком большой. Температура отжига, сейчас мы про нее поговорим. Так, насчет того, почему из этого надо экономить, значит, вот просто скажу, полезную практическую вещь, что это эти селегонуклеотиды сейчас примерно 10 рублей. То есть, кто удлинили этот праймер, который не разорит вашего руководителя научного, поверьте. Поэтому, а вот то, что вы будете здесь, закончится, и потом будете три недели пытаться продумать с этим праймерами, и он все равно не получится, и все равно придется перезаказывать, вот это расстроит вашего руководителя очень сильно. Так, значит, это я по поводу композиции, и к концу. Еще раз, самое важное последовательное, это три штрих-конец праймера. И, во-первых, хорошо, если там на конце есть от 1 до 3 Г и С, это шоу. То есть, лучше вообще вот 2. То есть, например, вот праймер, который заканчивается на, скажем, ЦГ или ЦЦ или ГГ, а до этого идет А или Т, очень классный праймер в плане три штрих-конца. А вот если больше, чем 3 ГГЦ, то уже плохо. Ну, 4 это еще там куда не шло, а вот 5 это уже, 5 и больше это уже криминал. То есть, не надо, если вы праймер предложите, который заканчивается на 5 ГЦ, ну, и не снабдите это каким-то комментарием, что вот так и так, потому-то другого не было. То имейте в виду, что, ну, просто, я думаю, что вы не знаете простого правила. Это эффективно понятно. Вот опять же, представьте себе, что вот у вас праймер плавает, вот он как бы такой какой-то, да, и вот здесь у него такое вот, представьте, здесь такое липкое-липкое место. Да, 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 и вот он плавает, а другие липкие места есть. И он вот этим липким местом, он норовит где-то прилипнуть. Да, да, видите-ка, вот если он прилип вот так вот, у него, например, вот это липкое место в середине или на 5 ГЦ к концу, да, вот лип на какие-то... ...мельчайшие происходят, это именно кинетические вещи, не те, что мы динамические. ...залип на какие-то там доли секунды ничтожные, но три-штрек-конец у него не спарен при этом. То страшно нам это? Не страшно, правда? Потому что тут залип, а потом отлип. А вот если он залип своим три-штрек-концом на долю секунды, а племироза не дремлет, она как бы увидела, о, отлично, значит, тут фрагмент дуплекса. Она сюда села, и давай его удлинять. И все, вы получаете специфичный продукт. А если праймер раз удлинился, вот смотрите, вот праймер, который совсем не ходит, но он наджелал нуклеотидами, например, ГЦ парами, да, и праймероза делает его немножко удлинить. Что получается? Что вот часть у него полностью комплементарна, во всех последующих циклах, как бы, эта штука уже будет работать такая вот штука. Потому что, значит, вот с этого отжигавшегося на работу, то помните вот эту схему ПЦР, которую мы рисовали, я рисовал вчера, вот вся вот эта вот штука, весь праймер, он же войдет в ПЦР, да, теперь уже он войдет весь, уже вот не будет только вот эта его часть соответствовать матрице, а он весь войдет в состав ПЦР-продукта. И потом, когда в следующем цикле фиксируется что-то еще, до сюда дойдет, то в плюс первом цикле к этому месту полностью уже будет отжигаться праймер. И все с геометрической прогрессией размножаться точно так же, как правильный продукт. Обратный праймер, да, то есть, естественно, что... Но речь о чем? Если где-то у вас ПЦР-продукт, например, вы хотели вот такой, и вот здесь вот один праймер, здесь другой. Но вот этого продукта всегда больше каких-то вот матриц, которые плавали, да, то есть его в какой-то момент становится очень... и праймера норовят именно на него куда-то даже если неспецифично. Потому что его много. Пожалуйста, Иван. А... Нет, смотрите, вот эта вот неспецифика, однажды появившаяся, она будет в геометрической прогрессии размножаться. Почему? Потому что вот, например, отжегся вот сюда, да, вот этот вот праймер отжегся вот так. И, смотри, вошел в состав этого ПЦР-продукта. И цикль сюда приходится правильно, он сжился праймер с той же эффективностью. Он досинтезирует досюда. И все, смотрите, у вас же вот этот праймер, он полностью соответствует теперь. У вас просто неправильный продукт, который получается короче, чем хотели. И все, у вас на геле, соответственно, будет вот правильный ПЦР-продукт и неправильный ПЦР-продукт. А жизненстроен на то, что, к сожалению, надо, чтобы отец на пробег нарабатывать в ПЦР-продукты более короткие продукты всегда. Так получается. И в реальности, если вот это вот событие произошло на пятом цикле, то в итоге вы получите шиш. Вашу желанную получу, получите вот эту неспецифику. Еще хуже, продолжим, это если праймер, праймеры, прямой и обратный праймеры собраны так, что у них могут, может происходить произжигание 5 нуклеотидов, которые стоят вот такую штуку. Ну, это полный провал. Это штука, которая тут же, вы поняли, опять же, динамически, это неадекватный дуплекс. То есть у вас температура не опускается ниже там 60, ну, сейчас поговорим про температуру отжига, я рекомендую всегда 65 градусов делаю, и сейчас расскажу, как этого добиться. Но температура, например, не опускается ниже 64. Как может быть это петиклеотидный дуплекс в 65 градусах отжегся? С точки зрения термодинамики это невозможно. А на практике это возможно. Просто потому, что термодинамические фраймеры, они залипают, отлипают, налипают, отлипают, налипают, отлипают, и в какой-то момент бац, они, поскольку фраймеров очень много, концентрация высокая, рано или поздно обязательно вот эту штуку праймеры, а если она один раз произошла, потом она начнет размножаться очень быстро. И вот такая штука называется праймер. Если у вас праймеры не умеют делать друг на друга с концами, то вам гарантированно вы получите только праймеры. Никакой среди праймеров нет, чего они будут отжига матрицы, если можно отжигеть на паймер. Понимаете? Вот такая опасность вас поджидает. Так, значит, что еще? Что? Сказал про то, обязательно, чтобы было от 1, лучше 2 и ГЦ, но не было больше 4 ГЦ. 4 ГЦ. Сказал, примерно и сказал, что не надо возводить эти правила в оптимизировании. То есть, в крайних случаях, мы можем окончить и здесь, и совсем никуда это не годится, но это будет плохо, заранее должна быть неспецифика, как-то об этом подумать, позаботиться, чтобы придумать. Так, ладно, не будем тратить время. Вторая, то есть, первая, самое важное, это ориентация праймера, вторая вещь, это температура отжига. Что за температура отжига? Ну, что это такое? Понятно, я думаю, объяснять не надо, это температура, которая будет на статик праймера. Но, как ее правильно кинуть? Если среди вас есть перфекционисты, как любят все правильное, вот, это, наверное, похвально, но таким я порекомендую просто залезть в какую-нибудь формулу в интернете, найти вот такую вот, которая вам, вот такую вот огромную, которая вам точно в температуру отжига вашего олигонуклеотида вот по термодинамическим законам. Сейчас мы, не только сейчас, но и на нашем курсе мы не будем этими формулами пользоваться вообще. Не будем пользоваться формулами, которые во всякие программы, где вы можете взять туда, ввести свой праймер с дизайнером на компьютере и вам подскажут, у этого программа какая-то это все ерунда. Я вам сейчас расскажу на работающую формулу, на которую мы будем ориентироваться. это как бы не то, короче говоря, это будет неравенство. Смотрите, правило, которое вы должны знать. Оно просто. 2 умножить на А и Т вот это мы назовем температура отжига. Есть температура отжига, температура отжига, отжига. D плюс 4 G и C должно быть больше 64 градусов. Я должна всякие сотру, потому что это не совсем температура отжига. Значит, вот такая вот формула. Если вы ее знаете, то вы бог ПЦР. Простая очень, правда? Значит, это количество лиотидов в прайме. Да, вот, например, если мы возьмем вот так, вот, пожалуй, раз, два, три, четыре умножить на 4. 16. Ну, как бы здесь. А если он длиной 120? Вот, сейчас скажем, да. Значит, почему я аккуратно вот к этому, чтобы не вышло глупостей? Значит, будет туроводжик. На самом деле. Это будет нечто, что должно больше 64 градусов. Если вы хотите, чтобы ПЦР у вас прошел обязательно, гарантированно. Вот и все. Договорились? То есть, не скажите кому-нибудь, пожалуйста, что вот рассказал, что вот есть такая точная для тебя. Нет, неправда, я такого не рассказывал. Это не формула для температуры. Это неравенство, которое позволяет вам не ударить лицом в грязь. на что? Вот вода это надо прозрачить за цельс? Да, значит, это формула, которая вам правильный праймер, которая вам приведет вас к успеху, откроет на все разные цепные реакции. Фантастика! Фантастика! Волшебство! Ладно, слушайте, давайте достаточно. Так, значит, смотрите, дисклеймер. Еще один. Еще раз. Это не есть формула для расчета температуры отжига. Это неравенство, которое позволит вам сдизайнить праймер. Теперь, если у вас длинный будет, вот как сказал Руслан, 120, например, нуклеотидов, ну, вы посчитаете, вы получите 200 градусов, ну, вижу, понятно, что это абсолютно. У праймера не может быть температуры отжига больше больше, 64, да. Значит, на самом деле, открываю ответ. Если вы делаете ПЦР и стадию отжига ставите 60 градусов, то любой праймер будет отжигаться правильно. Вот секрет маленький. То есть даже тот, который 120 нуклеотидов длиной, и если посчитать, у него там будет 200. Но самое главное, почему это праймер будет? Потому что слово вот это, которое вы почитаете, будет больше 64. Просто вот такой вот секрет. Нигде в учебниках не найдете. Все правильно. Вот. Значит, что? Теперь очень важный момент. Какой часть... Давайте, давайте сосредоточились. Я понимаю, что смешно звучит. Значит, если у вас праймер, содержит отжигающуюся часть, а еще содержит какой-то свисающий вот такой вот хвост. Например, вы ввели сюда сайт рестрикции. А сколько нуклеотидов будет свисающий хвост, если вы ввели сайт рестрикции? Да, совершенно верно. никак. если зависит от того, какой длины сайт рестрикции, 8-минуклеотидов сайт рестрикции будет, или 4-х нуклеотидов. Но если вы ввели 6-минуклеотидов, то у вас хвост будет, да? Помните, что здесь еще должно быть 5 катидов, рестриктаза потом могла сесть. сайт сайта 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 рестрикции. Вот. Начало разнования. Поэтому и 6, например, если вы ввели какой-нибудь классический 6-минуклеотидный сайт. То, о чем я говорил, является именно сайта узнавания. Сайта узнавания. Так вот. Вот эта штука, она относится к пониманию. Понимаете? Потому что в первом и во втором цикле вот возьмете и будет работать только эта часть. И первые вот эти циклы, они на самом деле очень важны, потому что начали именно правильные продукты. Я посчитал температуру оджика всему вот этому праймеру, сделали праймер, ну, не температуру оджика, а вот эту штуку посчитали, которые, не будем называть ее, и пас получилось 65 градусов. там 65 градусов не может получиться, потому что я скажу, там можно вычитать еще 5 градусов. Значит, если вы сейчас может не в этой форме то что да, 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 ладно, сейчас, сейчас там может быть я сейчас очень важную вещь пытаюсь что вот, например, вы взяли и сделали праймер, где вот здесь вот и например, там 10 нуклеотидов, ну, не 10, например, 8 нуклеотидов, 8 всего и например, это такие вот нуклеотиды, что в сумме у вас получается там 66 градусов, да, и вы радуетесь написать его в работе, а потом двойку получили, а есть почему? Да потому что температура больше 65 градусов как теперь будет. Почему? Да потому что у вас не будет пациент-продукта, потому что у которого вот эта штука рассчитывается по температуре по порт этой и будет 65 градусов, он при 60 не отожжется в первых двух циклах. Но первых двух не отожжется, понимаете, да? То есть рассчитываем по обещееся чем не буду говорить. Так, теперь значит что у нас еще? Бывает, что праймер так называют мисмэч. Мисмэч, да? Это когда что-то с чем-то падает, да. Вот. В применении к праймеру это такая штука, когда у вас праймер в какой-то части отжигается, а какой-то частью нет. В применении иногда вводит мутации с помощью ПЦР еще что-то, сайт вводит, например, да, таким образом можно ввести сайт. Вот. Вот, например, часто вот в домашке, вот, следующий, по-моему, или через одну, там будет ввести сайт буквально одним бисмэчем, и чтобы не делать вот такое введение сайта один бисмэчем нуклеотидом. Здесь там будут последовательности, которые похожи на сайты. Просто вводите один бисмэчем, вперед. Так вот, вот такой бисмэч, он, во-первых, в формуле для расчета он не учитывается, бисмэчем нуклеотид не включается в формулу расчета. Понятно? А во-вторых, из-за бисмэчем еще вы читаете 5 градусов. Минус 5 градусов. Только здесь есть специфика, на самом деле. Такая литрость. Значит, если он может быть там трех нуклеотидным, например, тогда вы читаете не 15, а все равно 5. Но, опять же, вот эти вот 5, они, это на самом деле не некая такая вот универсальная штука. Это нечто такое третье. Почему? Потому что миссмэч, на самом деле, конечно, они имеют разную цену. Смотрите, даже с точки, вот чисто интуитивно, представьте себе, что у вас миссмэч какой-нибудь вот здесь и дальше всего два нуклеотида спаренных. Ну, как вы думаете, вообще, это что-то хорошее из этого получаться? Вряд ли, да, потому что у вас температура отжига 65, вот здесь, допустим, у вас все спарено, а вот тут вот, ну, вот этот двухнуклеотидный конец, он вот так вот хлюпает, вот так вот, да, ну, как бы, естественно, что цена такого миссмэча не пролосов, а, ну, такая, что, может быть, ну, так не будет, на самом деле, вообще. То есть, миссмэч ближе, чем, там, ну, 5 пиотидов, я еще, ну, блок неудачи. Поэтому он вводится либо в середину праймера, или, может быть, в че. То есть, самый такой вырожденный вариант миссмэча, это стоящий конец, да, свистящий хвост. Вот. Ну, и, как бы, из-за него уже не минусуют. Я это, к тому, что, на самом деле, если у вас миссмэч, например, вот здесь, после, миссмэч, миссмэч, а здесь вот нормальный праймер, у него там уже, могу, у него температура отжига, там, может быть, уже близко, например, да, то, что вот, на вот это, но, это не так, это я к тому, что это вот, ну, как бы, это не некая, миссмэч, да, пожалуйста, Саша. Если несколько, да, хороший вопрос, за каждый придется вычитать, да, то есть, это просто вот, ну, ну, опять же, это очень, я вот, ну, смотря, где у вас два миссмэча, да, если они вот вот идут, там, два нуклеотита неспаренных, потом два нуклеотита, потом еще три неспаренных, да, ну, не смогут образовать двойную спираль, да, ну, себе ДНК, как она вот раскорячиться должна, чтобы здесь два неспаренных, два опять спарились, а потом три опять неспаренных, вы понимаете, что эти два, они тоже будут и будет, но на самом деле один большой мисс, вот такой, и вы забудете рассчитывать, все вот эти нуклеотитики, формулы не включаете, а вычитаете потом всего лишь пять, пять штук, в общем, тут надо с умом подходить, вот, так, значит, что у нас дальше, теперь, у праймеров, в средстве случаев два, у праймеров может оказаться разная температура лоджика, если вы понимаете меня, то вы сделаете так, что у обоих праймеров будет температура лоджика больше четырех, и вы снова поставите температуру лоджика в цикле 65, кто-то принес, у кого лекцию читал, кто-то другой, принес праймер, сказал, вот тебе один праймер, а ты закажи второй, а вы-то закажете, чтобы 6, а он вам привез, или она, например, 6,5 праймер, да, и вы вынуждены по какой-то причине его использовать, ну, может он квадрифицированный, там хитрый, какую температуру вы думаете, вы поставите в случае СР в месте, где отжигают, ну, в цикле, где лоджик происходит, конечно, да, Лер, правильно, надо составить, опять же, да, то есть, если у вас два праймера, один не может отмечаться при температуре выше 56 градусов, не, ну, в смысле, для того праймера, который вам принесли, ну, да, наверное, или, может быть, там будет написано, да, на пробирке, в общем, это уже другой вопрос, я к тому, что если температура отжига праймеров разная, и у одного, она меньше, выше по тому праймеру, который ниже, но если вы сами хозяинами положили, сами заказывайте, то заказывайте, чтобы у обоих было больше 65, больше 64, при этом, если один будет 120 нуклеотидов, и у него по этой форме будет выход, другой праймер будет нормальный, он будет длиной, там, скажем, 25 нуклеотидов, и у него температура отжига, например, там, 66 градусов, это нормально, вы поставите 65, и все будет в порядке, все будет в порядке. Вот, такая вот штука. Дальше. Так, очень важная вещь касается вторичной структуры праймера. Значит, вот мы поговорили про мессмейч, все-таки, но иногда незадачливые студенты, только студенты заказывают праймер, не посмотрев, или, ну, в принципе, для этого можно пользоваться и какими-то программами, программами, в Fold, например, есть программа, скажем, для того, чтобы посмотреть, а не будут ли эти праймеры давать какую-то вторичную, ну, как бы, какую-то шпильку, да, то есть, например, смотрите, скажем, вот, может быть, может быть способен образовывать вот эту вот штуку, например, да, ну, вы сами понимаете, что добра это не доведет, да, 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 ну, как бы, это я рисую, интрамолекулярные, да, но он, конечно, может, сам на себя вот сделать, вот, ну, и тоже самые разные праймеры, то есть, это вот, вот это то, что я нарисовал, вот это страшное, да, это недопустимо ни внутри, то есть, что сам на себя не могу делать, со вторым праймером у них тоже не должно быть таких близких отношений, вот, так, значит, если у вас, например, скажем, 6-ти нуклеативные, или, и вы в ужасе видите, что может образоваться вот такой якобы 4-х нуклеативные, это не страшно, не страшно, не страшно, страшно вот это, то есть, это окей, это все, понятно, так, да, ну, и то же самое, на самом деле, если, например, вот такая, какая-то ситуация, да, вот так, опять же, страшно, а, почему, потому что, вот, понимаете, прям, зеркал, который разделит для вас то, как бы, подавляющее большинство праймеров, да, при отжиге, термозинамика не решит вам, ну, подавляющее большинство молекул образовать такую штуку, и не будет никакой опасности в том, что это маленькая-маленькая доля, там, несколько циклов может быть так играться, ну и что? Ну, и это, я сейчас говорю, почему, потому что не считаю, что вот эти праймеры, они будут, как бы, недосмы, вот, они будут вытитровываться из смеси и будут мешать. не будут, потому что это маленькая, маленькая, а почему же вы скажете, вот это вот опасно? Это тоже точно так маленькая. По той причине, что маленькая, это она маленькая, но, оденедленившись, она потом перейдет в праймер-зимер, который уже в общем цикле, и он будет вот здесь. пожалуйста, Иван. Вот в таких, в таких, желательно, чтобы не было даже четырех. Если пять, уже надо парамер переделывать. А как его, кстати, переделать, как самый простой сделать, чтобы этого не произошло? Взять и на один нуклея удлинить. И он с такой удлилится вот в такой. Возьмите, в такую, да? Ну, лучше на два удлинить, на всякий случай, ну, неважно. В общем, очень сложно. Я же вам говорил, бояться удлинить праймер. Не надо бояться. Все в порядке. Вот. Так. Значит, еще интересная вещь. Иногда было, что праймеры вырожденные заказы. Это не значит, что уродцы там вырождены. Это значит, что в каких позициях там ну, какие-то позиции четко определены. Где там? Где А? В какой-то позиции вы заказываете просто в фирму отправите заказ и пишите Н. И дальше вот так. Да? фирма тезирует, ну, как бы машина, значит, добавляет сюда, добавляет А, Т, Т, А, а потом добавляет все четыре. И просто из заказа, ну, как бы в пробирочке, потом смесь четырех праймеров, премьер в мае соотношение, на самом деле этого сложно добиться, это вот очень часто бывает, люди любят проводить всякие там скрининги, что-то мы с вами например там про селексы, про разные всякие другие, там еще лодики, когда что-то скринируют, и там часто прямо целые куски праймеров выраженными, страшного. Ну и вместо N там может быть например S Знаешь, что такое С науклеотероследовательности? Strong, да, то есть это G, S или вот R R Рыны Рыны это какие? Слово маленькое, а сами они большие, да, то значит A и G, помните, я говорю? Ну основания двух циклов состоят. Может быть, да, вот как и так запоминается очень мнемоника, прикольная штука. Так, что у нас значит? Ну последнее наверное. Если или упрямые и думаете праймер, у которого температура отжигающейся части все-таки разумеется, ну я расстроюсь, разумеется, потому что, но, ну например, у вас какая ситуация, вы тоже вводите, например, там сайт рестрикции, да, и вы вот упрямый или упрямая и делаете 56 градусов. Если примерно запихать вот это вот, то это уже будет там, скажем, 70 градусов, да. Пока здесь ошибки нет. Хотя откладывать мои иксов это не ошибка. Но для этого есть шанс допустить ошибку. Какой шанс? вы пишете программу ЦР 94 градуса, там, скажем, 37 градусов, здесь там 72 градуса, значит, там, например, там 2 минуты, да. А температуру отжига вы пишете, ну, если вы написали 70 градусов, то это уже ну, например, вы вспоминайте, что там было такое про 65, я помню, говорил, наверное, 65, поставлю 65 градусов, как следует отожглось, но ничего не отожжется, да. Если вы прямой, хотите 56 сделать, можно сделать. вам надо сделать здесь 56, но у вас будет такая несколько неоптимальная, да, потому что со второго цикла, с третьего, да, у вас появится, где праймер будет полностью включен, и вот эта свисающая часть, и вот эта отжигающая часть, да, например, ее вот, и вот так, и поэтому здесь уже будет работать все, и при 6 циклах уже для него будет температура отжига слишком низкая, при пациентах. Нет, а температура низкая плоха тем, что у вас вот при 65 вероятность того, что праймер не туда отожжется, она очень низкая, а при 56 она велика. Нет, 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 проблема всегда только одна, то, что при 65 градусах, если у вас температура отжига 65 градусов, то у вас минимум шансов на неспецифику, а вот когда температура ниже 65, у вас с изрядной долей будет неспецифика, поэтому я не рекомендую делать не 65, а меньше, но если вы упрямый, то сделайте тогда при ПЦР, смотрите, как это делается, это значит, что внутренняя часть вот этих циклов, помните, я говорил, сначала предварительная дезонтурация, потом циклы, потом финальная лангация, помните, вчера была речь, так вот у вас вот эта часть, вторая, она будет состоять из двух частей, и вот этих вы делаете, например, три цикла, а вот этих делаете, например, остальные 27 циклов, скажем, и вот эта штука называется препо-ЦР, она, ну, как бы, то есть у вас вот вторая стадия разбита на две, сначала три раза прибор прокручивает вот эту штуку, а потом еще 27 вот эту штуку, но я вам рекомендую просто праймер сделать таким, чтобы вот здесь было 65, и тогда вам эта препо-ЦР не будет нужна, вот и все, но дело вкуса, некоторые почему-то упрямо вот хотят делать именно так, поэтому если вы сделали вот температуру отжигающей части не 65, а ниже, а препо-ЦР не сделали, а сразу сам далили 65, то это будет неправильно, или если вы сделали только 56, то вообще говоря, тоже будет плохо, потому что сильно возрастает вероятность неспецифика, когда вы не три цикла прокрутили на 56, а все там 30 циклов все на 56, а праймер у вас достаточно большой, чтобы сделать 65. Вот такая вот штука, поэтому вот то, что я про 65 рассказывал, это, поверьте, выстрадано годами. Так, теперь что же у нас? Значит, в прошлый раз мы говорили про буфер, в буфере у нас всякие соли, забуферивающий агент, да, и магний. Про магний мы с вами что говорили? Что магний это полезная вещь, да, потому что он, ну, клеиновые кислоты любят магний, чтобы самый удобный ион для экранирования зарядов сахаро-фосфатного остова, но если вы добавили мало магния, ну, если он у вас отдельно от буфера идет, если у вас в реакции мало магния, то что будет? Да, будет, по сути, вот все эти рассуждения о температуре отжига, они как бы сместятся в сторону вверх, как бы, да, то есть у вас в низком магнии, у вас праймеру будет очень сложно отжечься. А если вы сделали магний, например, там, неадекватный, скажем, больше двух с половиной миллимолей, там, сделали 5 миллимолей, да, и поставили те же 65 градусов, казалось бы, все вот сделали по советам, тут я распинался, все это запомнили, сделали, ну, зачем-то вбухали магния, там, ну, студенты иногда думают, о, магния, это же классная штука, надо побольше его добавить в реакцию, будет здорово, лучше больше выйдет по терапорту, добавили больше магния, ну, естественно, что у вас получилась какая-то там куча-куча неспецифика, потому что праймер в этом магнии отжигается при тех же 65 градусах гораздо сильнее. Так, теперь, еще один компонент, который мы не обсуждали, дезоксинуклеотид-3-фосфаты, да, значит, что про них нужно знать, ну, концентрацию, которую используют у нас стандартные, это 0,2 миллимоля обычно, ну, это, ладно, 0,2 миллимоля каждого, да, то есть, вот это вот такая концентрация принята. что будет, если вы, да, про муклеотид-3-фосфаты надо знать, что они очень любят магний тоже, и они могут просто хилатировать этот магний, по сути. Поэтому, если вы вдруг решили, что, если я добавлю дезоксинуклеотид-3-фосфатов в 5 раз больше, чем надо, да, то, как вы думаете, получите вот 10 раз больше продукта? Нет, вы не получите вообще ничего, потому что они просто схилатируют магний, и у вас не останется магния для нормальной работы. Значит, качество 3-фосфатов довольно важно, потому что во многих препаратах есть примесь каких-то дурацких нуклеотидов, ненужных, например, дезокси-УТФ. Дезокси-УТФ неприятная примесь, потому что она инкрибирует некоторые полимеразы. Про полимеразы сейчас поговорим. Так. Давайте, наверное, сделаем перерыв, и после перерыва сделаем, я расскажу про полимеразы. пять минут, только не расходите, ладно, куда-то далеко. два лекция подряд читать, у нас появилось, у нас появилось, или из-за того, что... У нас два лекция подряд читать. Да, две лекции подряд читать? Да, у нас есть. Есть лифи, если вам... я могу, я могу. Я могу. Я узнала, что, как я узнала, у нас есть. А на третьей паре подряд читать. У вас это в интернете. Ну, не могу сказать, что они есть. Ну, короче говоря, не знаю, с точки зрения восприятия материала, на самом деле, это не очень хорошо будет, но если вам действительно так удобно, я готов пойти навстречу, только вы должны договориться с учебной частью, потому что, если выйдет, что там, ну, у небольшой части там какой-то факультатив, ну, и ладно, забыли про них, да, давайте сделаем, но это не дело. Хорошо? Так что вот, если учебка вам разрешит, точно это ничьи права не ущемит, то я пойду навстречу. Хотя мне кажется, что будет сложно воспринимать, на самом деле, вы уже к концу пары-то уже все раскисшие. Вы же на парах английского уже не были. Да, давненько я не был на парах английского. Да, давайте. Я хотел спросить, вот вы говорили, что ответственно на сессии, если она будет отжигаться ну, правильно, друг на друга, одинок, так, то вот, что вот это вот нормально, не страшно, а если они не будут, это так, то это плохо. Почему? Я не понял. Почему? Вот это хуже, чем вот это. Ну, потому что, смотрите, вот доля и таких, и таких дуплексов, она ничтожно мала, да, ну, потому что термозинамика не позволяет, как бы при нормальной температуре, если мы не во льду по цели решили провести, да, то как бы только, ну, какая-то ничтожная доля молекул может отжечься при этой температуре, да, случайно, но может. При этом, значит, вот если такая ситуация, они отожглись на какие-то же доли секунды и распались, и все, ничего не произошло. А если вот такая ситуация, они отожглись на доли секунды, но полимераза не дремлет, она на самом деле плавает, она очень быстро тут же узнала и бас достроила. А если она один раз достроила, то все, уже как бы этот фраймер, он полностью вошел в состав неправильного продукта. То есть он же полностью, уже все, полностью вошел. Вот. И все. Так что такая штука. Пожалуйста. Спасибо. 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 Так, коллеги, давайте уже обратно, а то не так много осталось. Начинаем. Так, давайте начнем, вернее, продолжим. Итак, очень важный компонент реакционной смеси для полимеразной цепной реакции это полимераза. Давайте, 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 давайте. Полимераза. Так, какие у нас полимеразы предлагают компании для того, то, чтобы мы могли ставить ПЦР. Самая полимераза такая известная, которая широко использоваться начала первой, это так полимераза. У нее, кстати, тоже вот название, помните, я рассказывал про номенглатуру эндонуклеоз рестрикции, да, рестриктаз. Помните, да, что такое там? ЕКО-Р1. Здесь вот тоже что-то похоже. И вот это вот родовое название организма, из которого выделено, это видовое, и это была термос акватикус. Значит, люди вот сообразили, что можно использовать термостабильные ферменты и узнали, вот вспомнили, что есть такие термос акватикус, которые там живут, в горячих источниках, выделили из них полимеразу и стали ее использовать. Значит, в чем преимущество недостатки этого фермента? Недостаток самый главный это в том, что она очень часто ошибается. Значит, она совершает порядка 10 в минус пятый ошибок на пару оснований. Это очень высокая, конечно, рейд. А почему так с ней происходит? А потому что вот у этого фермента, как ни странно, нету профризинг активности. Помните, что такое профризинг активность? Хорошо. Так, это 3-5-штрих экзонуклеазная активность, да? Так, зато, зато, у нее есть преимущество. Значит, она очень быстрая, то есть она читает со скоростью, ну, синтезирует, в смысле, 2 кг в минуту. Это высокая скорость, она мчится по цепочке, синтезирует очень быстро. Вот. Значит, да, да, посчитать, это интересная идея. Да, вот такая штука. И, ну, еще у нее преимущество, она очень дешевая, то есть, она ее там просто выделяет целыми фалконами, удобный фермент, простой, уже давно на рынке, уже все патенты уже прошли. В общем, короче говоря, это фермент, который для рутинных нужд очень удобен, поэтому им, несмотря на это, пользуется очень-очень широко. То есть, в большинстве наборов коммерческих, там, для диагностиков, везде так полимераза, потому что это дешевый фермент. Вот. А есть некие особенности, про которые, на самом деле, мало кто знает. Вот про это вы в любом учебнике прочитаете, это знают все. А вот еще одна штука, про которую почему-то меньше говорят, хотя ничего секретного в этом нет. она довешивает, почему-то довешивает на 3,4,1 отлично. Представляете, странная какая. То есть, вот, она вот синтезирует. Синтезирует, 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 ехала до конца, и любая другая нормальная полимераза, она бы на этом остановилась. А эта не может остановиться, не хочется продолжения. и отреживает один нуклеотид на 3,4 конец. Не понятно. Вот. Вот такая штука. Это прикольно, конечно, но на самом деле это может привести к фиаско, если незадачливый генный инженер решит, например, ПЦР-продукт, наработанный так полимеразой, заклонировать в ту тупой сайт. То есть по-тупому, например, сайт СМА-1, ГГГ, ЦЦЦ, разрезает посередине, или он ЦЦЦ, ГГГ, все время забывает, но не важно. Значит, вот берут вот так вот и сюда давайте вставим ПЦР-продукт. Но здесь-то концы тупые, а здесь-то концы по сути липкие, с одним нуклеотидом и ничего не выйдет. Вот такая штука. То есть для того, чтобы вставить ПЦР-продукт, наработанный так полимеразой, в вектор по-тупому, надо что сделать? Затупить. Затупить. Вот некоторые тупят. А как можно этот затупить, такой конец? можно нуклеазой С1. Какие еще варианты? Фрагментом Клеонова. Какие еще варианты? Т4 ДНК-полимеразы. Ну и на самом деле и ДНК-полимераза 1 даже тоже можно, хотя лучше не надо. Так, значит, вот запомнили, да, ушлые коммерсанты на этом на самом деле придумали прикольную штуку и продают ее. Они делают некоторые там такие самые распространенные векторы, в которые люди часто что-то клонируют. Они берут и продают их в формате так называемых Т-векторов. Что это значит? Это значит, что у них тупые концы превращены в липкие. И здесь нуклеотид Т. А получают они их тоже с помощью так-полимераза, как ни странно. Только коварные коммерсанты подсовывают в этом случае так-полимеразе только один нуклеотид, дезоксид ТТФ. И бедная полимераза хотела бы А, конечно, привесить, но ей ничего не оставилось, кроме как привесить Т, которое ей дали. Она пык-пык-пык и в конце концов Т привешивает. Получается такой вот Т-вектор. И вот Т-вектор плюс ПЦР-продукт, полученный так полимеразой, они прекрасно друг с другом ладят. На самом деле, не знаю, я в своей жизни ни разу не приходилось этим пользоваться, но в принципе вот знаете, что есть такая штука. И еще одна особенность, про которую полезно знать, про так полимеразу. Если вы увеличите время инкубации, время элангации, то этот так полимераза дает шнер вверх. Почему это происходит? непонятно для меня. Это я сам просто обратил внимание на это и вот с вами делюсь. Значит, если вы используете так полимеразу, то вот это для вас просто критично, не только в сторону уменьшения нельзя. Ну, то есть, если вы нарабатываете скажем 4-х килобазный фрагмент и поставите одну минуту, то у вас просто очень мало будет продукта, потому что неоптимальное время не хватает его. А вот если вы поставите не 2 минуты, а, например, там, 4 минуты, то у вас будет шнер. Будет вот, то есть, на деле будет полоска и вот так вот вверх будет что-то такое ужасное. почему, я не понимаю. Ну, неизвестно, что там происходит. Да, да, да. Ну, то есть, то ли вот она доходит до конца и потом, я не знаю, перескакивает, еще что-то синтезирует. В общем, если вам интересно, возьмите на МГС отдайте, узнаем, что там. Вот я никогда не пробовал. Иногда хочется какие-то приколы такие, которые сам понаблюдал, да, чисто позырить, да. Вот. Ну, в общем, до этого пока не дошло. Так, да. На слона бы тоже посмотрел. Так, значит, вот это то, что надо знать про такполимеразу. Теперь, для общего развития сообщаю вам еще про один фермент, который называется TTH полимераза. Сейчас она, по-моему, очень редко используется. Значит, про нее единственное, что нужно знать, это то, что в присутствии магния, ой, в присутствии марганца, в присутствии ионов марганца, она работает как обратная транскриптаза. И поэтому раньше ее очень любили, как бы можно в одном флаконе было сделать сначала обратную транскрипцию, а потом, не меняя ничего, не меняя ни ферментов, ничего, взять и переставить в ПЦРник, и она еще и наработает вам ПЦР продукт. Вот, но, не знаю, она на самом деле тоже довольно-таки много ошибается, насколько я знаю, не приходилось с ней работать, и что-то я вот не вижу, чтобы сейчас с ней в лабораториях работали, поэтому я вот так вот для общего развития вам сообщаю. А вот полимераза, про которую мы побольше поговорим, это ПФЮ полимераза из перококуса там какого-то, значит, вот. Почему она прикольная? Потому что она ошибается в 10 раз реже. Вот. Ошибается в 10 раз реже, правда, она помедленнее, но на деле это не так уж критично. И у нее вот из каких-то там, если мы здесь какие-то примечания, да, собираем всякие, то здесь надо упомянуть, что она очень чувствительна к примеси вот этой как раз дезокси-УТФ. Она реально есть во многих грязных, ну, не очень качественных препаратах нуклеотид-трифосфатов, есть дезокси-УТФ, и вот с ними ПФЮ полимераза плохо работает, просто мало продукта дает. Но, тем не менее, в общем, фермент прикольный, более точный, и очень долго его использовали очень широко. Значит, что-что? Она ингибируется просто им, она его хватает, вставляет или нет, я сейчас не готов сказать, боюсь наврать, может быть, и вставляет, да, и после этого отваливается, не знаю. А может, просто ингибируется как бы тем, что его связывает в активный центр и не вставляет, не знаю. Но, она используется сейчас, она используется. На самом деле, они все используются, и CTH, наверное, кто-то использует, просто я на практике не слышал. А ПФЮ многие используют. Иногда ПФЮ добавляют так в полимеразе. Иногда. Это позволяет, а, да, забыл сказать, у ПФЮ почему вот выше? У нее уже есть профрединг-активность. У нее есть профрединг-активность. Если вы смешаете ПФЮ с так-полимеразой, то она сможет исправлять вот такие штуки. Так-полимераза, например, синтезировала, да, и встроила один нуклеотит неправильный. И он вот так торчит. Вот так-полимераза, она, у нее есть два пути в этом случае. В большинстве случаев она смотрит на это и говорит, все-таки я что-то не то, накосячила. И отваливается. Вот. Но тем не менее вот с такой вот вероятностью она пренебрегает тем, что накосячила и начинает дальше синтезироваться. Но вот то большинство случаев, когда она укоряя себя соскакивает с матрицы и рыдает, и уходит расстроенная, эти случаи, они оказываются потом тупиком. А вот если у вас есть ПФЮ в смеси, пускай даже в небольшом количестве, она просто гораздо более дорогой фермент. Его поэтому иногда берут немножко и подмешивают к так. И вот в основном работает так, а ПФЮ приходит, смотрит, ага, это так полимераза накосячила, узнаю. и она берет и объедает своей ПФЮ активностью один нуклеотид и дальше достраивает и все нормально, как бы тупика не происходит. А, будет ли ПФЮ объедать свисающий трижатый конец? Да, мне кажется, что будет. То есть если сюда добавить ПФЮ, то можно клонировать в тупую. Я просто сам никогда так не делал, поэтому наверное вы знаете какой-то функционал спайлика будет на них успевать. Наверное, да. Если честно, просто коллеги, для клонирования так полимеразу вообще просто не рекомендую использовать. Зачем? Если есть более хорошие полимеразы, значит да, есть такая фирменная штука называется Turbo PFU. А что здесь такого? Turbo PFU, ладно, буду знать, что это вас веселит. Так, Turbo PFU это не что иное, как смесь PFU полимеразы и ферменты, который называется безокси утеепаза. первый раз такое веселье по полутурбоплющим, хорошо. А как она делает, она что его приобретает? Пацаны приобретает пацаны, а на вентиле или что она с ним делает, боюсь наврать. Наверное, она его портит. Ладно. Так. Хорошо. Значит, это просто не более чем фирменный такой фермент. В смысле смесь ферментов. Поэтому про него особо не будем говорить. А теперь, ладно, все, забыли про Turbo PFU. А, здорово. Спасибо большое. Вот, здорово. Видите? Так, теперь про самый классный фермент. Он даже круче, чем Turbo PFU, который вам так понравился. Фермент называется Fusion. Fusion полимеразы. И на современном рынке коммерческих ферментов для ПЦР это сейчас безусловный фаворит. И во всех лабораториях, которые уважают себя, клонируют что-то, стараются использовать Fusion. Fusion очень дорогой. Если только у вас нет плазмиды, чтобы самим делать рекомендантный фермент, как у некоторых. Значит, что такое Fusion? Fusion это продукт белковой инженерии. То есть, это люди, которые узнали про все то, что я вам рассказал, посидели, подумали, и взяли, и прилепили к PFU полимеразе ДНК, связывающий домен и совсем другого белка. В принципе, не знаю, мне бы, честно говоря, не пришло в голову такую штуку сделать, потому что кажется, что ДНК, связывающий домен, если приделаешь, что она налипнет на ДНК, будет там сидеть бесповоротно. Но люди вот рискнули, ну, наверное, у них были какие-то соображения, что-то они почитали про это, приделали, и, о чудо, получился фермент, у которого ошибка 10 в минус седьмой ошибок на пару. Вот. Да еще и по непонятной, честно говоря, для меня причине, почему-то у него скорость от двух до четырех килобас в минуту. Вот, честно говоря, почему такая скорость у нее большая, если она на основе этого полимераза сделала, не знаю, но, видимо, она как бы наверно, да. В общем, все может быть. Из одной из перопоковых полимераз. Не из ПФЮ, на самом деле, а из другого организма, ну, в общем, родственной. Родственной белок. А про крининг есть. Есть. Значит, вот такая штука интересная. То есть, это вот реально уже продукт генной инженерии, можно сказать. Люди сделали фермент и теперь зарабатывают огромные деньги. Если вы хорошо прослушаете курс генной инженерии и если вы достаточно креативны, вы можете что-нибудь такое тоже сделать, потом разбогатеть на этом. Поэтому слушайте внимательно, ходите на лекции. Так, ладно. Так, какая особенность у этой полимеразы есть, о которой нужно знать? У нее, от этого ДНК связывающего домена температуру денатурации надо ставить 98 градусов. надо ставить температура 98 градусов. Почему? Потому что она хорошо так вот сидит на ДНК и просто мешает цепям расходиться. Вот такая вот штука. Так. Самое главное, что это полимераза, помимо числа ошибок, низкого, она позволяет писярить, как я говорил, такой же организм, позволяет написярить продукты длиной до 20 килобас. Представляете, это огромная на самом деле уже огромная длина фрагментов. Вот она амплифицирует, как правильно говорить, амплифицирует фрагменты до 20 килобас. Вот в этом ее уникальность. И она сейчас действительно очень сильно востребована в лабораториях. Так, что еще надо сказать про полимеразы? Опять же, вот это касается не вида полимеразы, а некого коммерческого решения. Другие люди подумали, вот смотрите, когда вы замешиваете полимеразную цепную реакцию, ее приходится в большинстве случаев замешивать во льду. Почему? Потому что если вы замешиваете при комнатной температуре и потом даже не важно где замешиваете, бог с ним, а если вы поставили не из-за льда, а вот в прибор, который нагревает постепенно до 95 градусов, помните, там первая стадия 95 градусов в денатурации, так вот в норме надо замешивать во льду и ставить именно когда прибор нагрет до 95 градусов. Почему? Потому что вот эти температурные оптимумы, которые я говорил, 72 градуса для большинства полимераз, вот эта температура, про которую проводят элонгацию, она означает, что при 72 градусах полимераза лучше всего работает. Но это не значит, что при более низких температурах полимераза не работает совсем. Работает просто очень-очень медленно. По одному нуклеотидику постепенно привешивает. Если вы работаете, замешиваете на столе, и потом еще поставили в прибор, а он начал нагреваться, с некой кинетикой нагревает эту плашку, и температура поднимается до 50 градусов, 60 и так далее. Все это время праймеры плавают в растворе, и всегда есть какие-то ошметки ДНК, какие-то, во-первых, другие праймеры есть, на которые праймер может праймер-зимер образоваться, во-вторых, есть какие-то одноцепочные фрагменты ДНК случайные в растворе, и туда тоже может отжигаться, а полимераза возьмет и начнет это достраивать. А как я уже вам говорил, если праймер один раз встроился и достроился, то уже в следующих циклах туда будет отжигаться уже весь праймер, и это все будет уже нарабатываться точно так же, как и основной продукт. Поэтому вот такая схема. И это неудобно, конечно, представьте себе какие-нибудь медицинские компании, которые ставят много ПЦР, и это все надо во льду замешивать каждый раз, лед откуда-то брать, в общем, это неудобно. И люди посидели и подумали, а нельзя ли придумать, что-то, чтобы полимераза не работала, никак не работала до тех пор, пока вы не поставили на 95 градусов. И придумали, стали добавлять антитела, например, к так полимеразе в препарат вот этой полимеразы. Довольно креативное решение, да? То есть они назвали это хот-старт 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 полимераза. Нет, нет. Значит, у вас в смеси находится термостабильная полимераза и антитела, которые ее инактивируют. То есть они с ней связались и не дают ей работать, не дают ей сесть на ДНК, не дают начать отстраивать нуклеотиды. Вы спокойно, не спеша, замешиваете на столе реакцию, потом подходите к прибору, запускаете его, он нагревается, и когда он достиг 95 градусов, вы ставите пробирку в эту самую, ну, в прибор. Что при этом происходит? Антитела, это, хотя и довольно стабильные белки, как мы знаем, но, конечно, при 95 градусах они просто дентурируют. А полимераза высвобождается и довольная, ну, после того, как бы уменьшает температуру до температуры отжига, и до, как бы, она набрасывается, узнает затравки и начинает синтез. Вот такая вот штука. Называется ход старта. Так, что еще надо знать про полимеразу? Не надо жадничать и добавлять много полимераза в ПЦР-реакцию, потому что, как ни странно, если вы добавили много полимераза, то будет не лучше, а будет хуже. Опять же, будет шмер. Объяснить это, опять же, довольно сложно теоретически, но вот эмпирически просто говорю вам, что полимеразу всегда, если какая-то новая эссей или полимераза новая, например, ее полезно протетровать, посмотреть, не надо ли уменьшить ее концентрацию в два раза, в четыре и так далее, чтобы не получать шмер. Про полимеразу это все, и сейчас быстренько, 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 быстренько про оставшиеся всякие нюансы ПЦР. Значит, число циклов многих смущает вопрос числа циклов. Сколько же поставить циклов для того, чтобы ПЦР была успешной? Тут надо выбирать, ну, как бы между сциллой и хорибдой вы оказались, да? Если вы слишком мало циклов поставили, то у вас не будет продукта, да? Слишком мало наработается продукта. А если слишком много циклов поставили, то это будет плохо. Почему? Потому что если мы нарисуем, как накапливается продукт, вы помните, что он накапливается по экспоненту, да? Вот здесь вот номер цикла, здесь продукт, да, ДНК-продукт, вот, то начинают расти экспоненты, но потом она, естественно, загибается, вот так вот, вот, то есть такая вот С-образная кривая. И ваша задача, ну, вот где-то здесь остановить, ну, или там здесь, ну, или там здесь, даже здесь, но не здесь. Почему? Потому что здесь, например, скажем, там, сороковой цикл, да, например, что здесь происходит? Это означает, что на протяжении предыдущих десяти циклов не происходило ничто иного, кроме как плавления и обратного схлопывания ваших ПЦР-продуктов, уже наработавшихся. Ничего хорошего от этого не будет. Тем более, что вокруг плавает полимераза, она уже изрядно такая покоцанная вот всеми этими вот сорока нагреваниями, она то и дело пытается что-то где-то куда-то встроить, уже с ошибками. В общем, никому это не нужно. Вот это все это только во вред идет. Поэтому число циклов не должно быть оптимальным. Обычно это для каких-то рутинных нужд от 25 до 35 циклов делают. Обычно 30, 33, вот так. Если вам надо просто наработать какой-то продукт для того, чтобы потом его клонировать, порезать рестриктазами и так далее. Так, теперь значит про приборы я немножко говорил, да, вчера я рассказал про приборы с горячей крышкой. Помните, как люди догадались, что если греть крышку, то не будет конденсироваться водяной пар в пробирке и можно будет не наливать вот это масло, вот это вот, которое синтетическое, да. Еще про приборы хочу сказать, что есть приборы удобные, которые позволяют делать градиент, градиент нагревания. То есть, вот как вы догадались, несмотря на то, что я вам сказал, что 65 градусов это супер-пупер, и старайтесь сделать температуру лоджига 65 градусов в ваших ПЦР-реакциях, для чего подбирать праймеры, чтобы они были не короче, чем вот температура на добрый день, буквально 5 минут. Значит, есть амплификаторы современные, которые позволяют греть вот эту плашку с пробирками так, что одна сторона будет горячее, чем другая. И в таком вы можете подобрать температуру лоджига, например, поставить, чтобы здесь было, скажем, 68 градусов, а здесь, например, было 60. и поставить сюда ваши пробирки и потом нанести и посмотреть. Иногда бывает, что, скажем, оптимум там оказался не 65 по какой-то причине, а вот здесь у вас не специфика, здесь не специфика, но уже появляется продукт, а здесь уже, например, чистый продукт и не специфики нет. Например, такой вариант. Вот. Это что про приборы. Теперь про загрязнение. Значит, некоторые слова скажу. Я уже говорил там про опоссума и про неандертальца, который оказался похож на лаборантку. Значит, для того, чтобы этого не было, люди используют ПЦР-боксы для замешивания ПЦР-реакции. Ну, на практике, конечно, все равно многие на столе замешивают, но когда я вижу, и студент работает летом, открыл окно, и тут замешивает ПЦР, сидит, ну, все понятно. Вот. Ну, вот перфекционисты, а также, естественно, люди, которые работают в каких-то диагностических лабораториях, где это важно, все очень, точность, и чтобы не было загрязнений, работают в ПЦР-боксах. Это такой, ну, как ламинарчик, такой маленький, просто такая штука, где можно включить ультрафиолет, скажем, там, на 15 минут, а потом его выключить, засунуть туда руки, поставить образцы и раскапать там в таких вот стерилизованных условиях. Вот. Значит, во многих диагностических фирмах все еще более продвинуто, потому что не принято, например, гонять форезы в ПЦР-продуктах в тех комнатах, где вы замешиваете ПЦР. То есть я вот был, я помню, там в одной организации, где там у них просто реально такой как бы пайплайн, да, то есть у них вот здесь они забирают образцы, ну, там кровь, там еще что-то. Следующая комната, где они выделяют что-то, потом они передают через окошко выделенные образцы в третью комнату, там люди замешивают ПЦР с турбо-ПФЮ, да, потом они, значит, передают в следующую комнату, ну, и там в конце там у них стоял секвинатор, в общем, неважно. И запрещен поток вещества в обратном направлении. И людей тоже. То есть люди переодеваются, переобуваются, если они переходят из одной комнаты в другую. Да, и форезы, форезы, почему особенно форезов люди эти боятся? Они считают, что ДНК, она как бы вот идет в геле, да, и потом, на положительном электроде пузырьки образуются, она с ней взлетает, и потом везде летает и попадает в пробивки. Значит, кроме того, все эти люди, перфекционистки, они работают обязательно наконечниками с фильтром, то есть пипетку. А сколько времени, интересно, кто-нибудь знает? Ага. Просто следующая лекция, она же в 20 минут начинается, да? Через 4 минут. Ну, хорошо, да, все заканчиваем. Вот. Наконечники с фильтром, наконечники с фильтром, они, конечно, гораздо дороже, чем обычные. И еще вещь, про которую я обязательно должен сказать, это положительный и отрицательный контроль. Если вы ставите какой-то ПЦР, какой-то, какой-то ПЦР, да, то обязательно ставится как минимум отрицательный контроль, где не добавляется матрица. или где не добавляется, там, скажем, второй праймер, или еще что-то. То есть там, где продукта быть не должно. Потом вы наносите это вместе и видите, что продукты есть. И это значит, что грош цена тому, что вы наработали в основной реакции. Все, спасибо большое. Спасибо.